Ни для кого не секрет, что залогом успешного бизнеса является сильная команда профессионалов. Сегодня говорим, как же ее нанять. Это съедобный бизнес, не переключайтесь. Для начала нужно определить, какой же кандидат вам вообще нужен. Если это, например, на менеджерскую топ-должность, скорее всего, должны присутствовать у кандидата лидерские качества. Если же это линейный персонал, то, наверное, там важнее определенная узкая компетенция и стремление к развитию и росту. Соответственно, если вы сможете создать портрет идеального кандидата, это поможет вам найти сразу же нужных людей и отобрать лучших из них. Следующее, нужно привлечь правильных кандидатов. Для этого создайте идеальное объявление, где четко распишите обязанности сотрудника, его заработную плату и все дополнительные моменты. И разместите на самых популярных HR-порталах и прочих каналах, где сидят ваши соискатели, которых вы скоро наймете себе на работу. Как показывает практика, обычно HR получают тысячи резюме. И тут очень важно сделать правильный отбор. Создайте систему фильтрации, по каким критериям вы будете отсекать ненужных кандидатов, чтобы автоматически выбрать самых сильных и уже потом с ними назначить собеседование. Перед собеседованием создайте путевой лист вашего разговора. Вы должны четко знать, какие вопросы вы будете задавать кандидату и что вас интересует. Подготовьтесь и не тратьте более пяти минут на одного человека. Вы должны четко узнать о его профессионализме, о его личных качествах и что его мотивирует. Подберите идеального кандидата и нанимайте его на работу. Следующий этап, один из самых важных. Это внедрение в работу. Зачастую новых сотрудников просто бросают на амбразуру, не объяснив ничего, вот твое место, иди работай, беги не зная куда. Это неправильно. У вас должна быть определенная инструкция ввода человека в должность, где он может ознакомиться с целями компании и ее культурой. Помните, что идеальная команда не нанимается, а создается. Поэтому с ней нужно работать ежедневно на протяжении всей жизни вашей компании. Проводите обучение, мастер-классы для ваших ребят. Обязательно делайте тимбилдинги и поощряйте их. Делайте систему мотивации. И, конечно же, объясняйте вашей команде, куда движется компания, какова глобальная цель. Помните, что ничто так не сплочает коллектив, как движение к одной цели. В следующих видео мы более подробно разберем, что такое планирование, как же ставить эти цели и как мотивировать свою команду. Оставайтесь с нами, это Съедобный бизнес. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok